В Крымской столице на базе информационно-методического центра в торжественной обстановке подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года-2021». Отборочный этап стартовал заочно два месяца назад. После настал очный этап, который из-за пандемии проходил дистанционно. В онлайн-режиме члены жюри оценивали визитные карточки конкурсантов, их педагогические проекты, авторские мастер-классы и непосредственно образовательную деятельность с детьми. Воспитатель года в этом году проходил необычно. В связи с тем, что все нормы соблюдались по коронавирусной инфекции COVID-19, конкурс проходил в онлайн-режиме. Все эссе, которые были написаны воспитателями, все мероприятия, которые проводили воспитатели на базе учреждений, передавались членам жюри, информационно-методический центр и готовились их видеосюжеты. В отборочном этапе конкурса приняли участие 49 муниципальных учреждений дошкольного образования Симферополя. 12 из них прошли в очный этап. После всех мероприятий в рамках конкурса настало время подведения итогов, награждения лауреатов, призеров и, конечно, выбора лучшего воспитателя. В муниципальном этапе победителем стала воспитатель детского сада «Пчелка» Вероника Панова. В дальнейшем она продолжит борьбу за звание лучшего воспитателя на республиканском уровне. И воспитатель дошкольного учреждения «48 Пчелка», которая вот так символично определяет символ города Симферополя, город-собиратель, город-труженик, вот так и наши воспитатели, стала победителем городского тура, выйдет в республиканский, будет представлять город Симферополь на республиканском туре. Татьяна Сухина отметила, что несмотря на сложный год, педагоги проявили себя наилучшим образом, не испугались трудностей и приняли участие в конкурсе. Также выразила благодарность за стремление к знаниям и совершенствованию образовательной системы, методик обучения и пожелала успехов в профессиональной деятельности. Эльвина Зарипова, Служба новостей и ТВ.